Через камеры видеонаблюдения я наблюдал, как моя жена унижалась перед родителями, друзьями и клиентами. Это было настоящее шоу. Бон не очень красивая и умная девочка. Она открыла свой бизнес, и я был в нее по уши влюблен. Но она обманывала меня три года и понесла за это самое суровое наказание. И теперь я готова поделиться с вами своей историей. Наслаждайтесь просмотром. Я пол-37 летний мужчина. С детства я всегда мечтал стать врачом, но не знал, какую специальность выбрать. Теперь я стоматолог и безмерно люблю свою работу. Я нахожу радость не в том, чтобы причинять людям боль, а в том, чтобы помогать им. Когда кто-то неделями страдает от зубной боли и приходит ко мне, и я могу ему помочь, это чувство бесценно. Я люблю свою работу и благодаря ей зарабатываю хорошие деньги, чтобы выполнять желания не только свои, но и жены. Бон не, моя жена, на 6 лет моложе меня. Мы встретились, когда я еще не был тем опытным дантистом, которым являюсь сегодня. Она пришла ко мне с зубной болью, и я ей помог. Бон не проявила инициативу и пригласила меня на прогулку в парк. Павел, спасибо тебе огромное. Я очень благодарен тебе и хочу пригласить тебя на прогулку в парк и угостить мороженым. Что ты об этом думаешь? Я согласился. Мне тогда был 31 год, и у меня никогда в жизни не было девушки. Не знаю, нормально это или нет, но я всю жизнь училась, а потом работала, никогда особо не задумываясь об отношениях. Я никогда не понимала, почему некоторым парням нужно заниматься интимом несколько раз в день. Это чувство было мне незнакомо, и я не понимал их, как и они не понимали меня. На девушек у меня просто не было времени, и меня это не беспокоило. Однако я не мог отказать Бонне. Она была блондинкой с подтянутой фигурой и пахла дорогими духами. Мне казалось, что я никогда в жизни не видел более красивой женщины. На первом свидании мы поцеловались и в тот же вечер пошли ко мне, и у нас была долгая страстная ночь. Пол, ты так голоден, словно воздерживался от еды целый год. Бонне сказала, когда мы закончили и просто лежали в постели. Я сам этого не ожидал, но как будто что-то высвободил. Я думал, что она самая красивая женщина, и раньше я либо не замечал других женщин, либо не заботился о них. Тот вечер положил начало нашим отношениям. Интимом мы занимались при каждой удобной возможности – дома, в парке, в кино, в гардеробе, на парковке, в зоопарке и даже пару раз у меня в офисе. Короче говоря, это можно было назвать полномасштабной страстью, и через 8 месяцев я сделал ей предложение, и она согласилась. У Бонне был свой интернет-магазин женского нижнего белья. Я думаю, мужчины поймут, что это значит, и мне это понравилось. Вместе мы внесли свой вклад в семейный бюджет, сыграли роскошную свадьбу на яхте в Индийском океане, завели собаку Чиу-Чиу по кличке Макс, а через некоторое время родилась дочь, которой сейчас 3 года. Все было хорошо. Мы ни в чем себе не отказывали. Бонне преследовала свою страсть, а я – свою. Однако все начало меняться, когда на сцене появился Макс, наша собака. Макс был довольно дорогой породой, очень умный и воспитанный, но требовал много внимания и заботы. Итак, Бонне дважды в месяц водила Макса к ветеринару на осмотр, чтобы убедиться, что с нашим питомцем все в порядке. Я этого не понял. По-моему, к ветеринару питомца водят, если что-то не так, или на плановые прививки, дегельминтизацию и тому подобное. Макс появился у нас с щенком после рождения дочери. Когда я увидел, чтобы он не планирует посетить ветеринара 5 раз за 3 месяца, я решил поинтересоваться. Дорогой, что происходит? Что-то не так с Максом. Почему вы так часто водите его к ветеринару? Пол, он щенок. Что, если он что-нибудь поймает? Такие собаки, как он, нуждаются в регулярных осмотрах, тем более что Макс особенный. Его нужно принимать чаще. Бонне ответила, ты уверена, что нужно так часто ходить туда? Я как врач просто не понимаю цели этих визитов, если все необходимое уже сделано. Это похоже на то, как пациент приходит ко мне после того, как я его вылечил и проверил, чтобы узнать, все ли в порядке. При такой паранойи может развиться болезнь. Я сказал, Пол, я же говорил тебе, что это порода. Им необходимы регулярные осмотры, к тому же я не хочу, чтобы наш питомец в будущем заболел. Если не верите, почитайте об этом в интернете. Она ответила, хорошо, хорошо. Я верю тебе, дорогая. Если есть необходимость, водите Макса к ветеринару хотя бы два раза в неделю. Главное, чтобы все было хорошо, сказал я, прекращая эту тему с Бонне. Этот разговор произошел равно три года назад, и после этого я закрыл тему визитов к ветеринару. Мы продолжали жить мирной семейной жизнью. Конечно, большую часть времени я проводил на работе, обо мне либо заботилась о нашей малышке, либо гуляла с друзьями, поручив родителям присмотреть за нашей дочерью. Так мы и жили, и первые пять лет нашего брака прошли незаметно. Однако все изменилось, когда студентка, проходившая стажировку в нашей клинике, затронула тему домашних животных. У него был кот-сфинкс, и он рассказал мне, как он о нем заботился. Мне это было интересно, потому что я никогда не понимал, как можно держать дома лысого кота. Он изменил мое мнение, сказав, что единственным недостатком таких кошек является то, что они очень сильно пахнут, когда ходят в туалет, что меня позабавило. Он также упомянул, что недавно его кошка отравилась, и ему пришлось отвезти ее к ветеринару. Любопытно, я решила спросить его, жалко твою кошку, а как часто ты обычно водишь ее к ветеринару? Ох, я не знаю. Может быть, два или три раза в год. Но с какой целью вам это интересно? Он спросил, и я поделился, что у меня есть собака Чиу-Чиу, и мы с женой водим ее к ветеринару минимум два-три раза в месяц. Почему так часто? Спросил студент, и на этом вопросе я растерялся, ведь, действительно, почему? Жена говорит, что для здоровья собаки ей необходимы регулярные осмотры и некоторые процедуры. Странно, обычно, если с питомцем все в порядке. Раз в год вполне достаточно. Я не вижу смысла в таких частых визитах. Он заметил, и я задумался над этим. Поблагодарив его, я вернулся к работе. Было сложно не думать и отключить свои мысли. В моей голове кружились разные образы. Что, если Бонни обманывала меня все это время? С трудом проведя день, я направился домой. Бонни была дома с нашей дочерью Джейн и Максом. Вечер прошел как обычно. Мы поужинали, посмотрели фильм, уложили дочку спать и пошли в спальню. Мне пришла в голову мысль. В последнее время мы с Бонни редко сталкиваемся в интимные моменты. Если это и происходит, то быстро и почти безэмоционально, как будто она просто выполняет свой супружеский долг. Я вспомнила, что последний раз мы были в интимной близости больше месяца назад, и почему-то раньше не замечала таких перерывов. Итак, когда мы сегодня вечером легли спать, я начал подходить к Бонне, но она отвергла меня, сказав, «Пол, у меня болит голова. Я не хочу этого сегодня. Давай сделаем это в другой раз». Я молча отступил, и мне было грустно, что собственная жена мне отказала, учитывая тот факт, что я не так часто этого требую. «У тебя есть планы на завтра? Я ухожу, и мы могли бы пойти куда-нибудь вместе в парк развлечений или просто погулять куда-нибудь». Решил спросить и предложить. Я не ожидал конкретного ответа, просто мы давно не встречались вместе, поэтому надеялся, чтобы он не примет мое предложение. Боюсь, у тебя неподходящее время. Меня не будет здесь до полудня завтрашнего утра. Прибыл новый комплект нижнего белья, и мне нужно его красиво сфотографировать для продажи. После этого я заберу Макса и мы поедем к ветеринару. В 16 часов у меня бассейн. К тому времени, как я вернусь домой, выходить из дома уже не будет смысла, объяснила Бонни. Услышав это, я просто сказал, хорошо, я понял. Через пару секунд Бонни прямо сказала мне, послушай, Пол, поскольку завтра ты будешь дома, я утром позвоню родителям и скажу, что им не нужно приходить. Мне не понравился тон разговора, поэтому я решил оставить дочь с родителями и продолжить свой план. Я хотел завтра присмотреть за женой, хотя бы проверить, действительно ли она ходит к ветеринару. К 90 утра Бонни уже не было дома. Я проснулся, позвонил родителям, и мама сказала, что сможет позаботиться о Джейн после обеда. Это не входило в мои планы, но я сказал ей, хорошо, я приведу Джейн после обеда. С тобой все в порядке? Ты выглядишь нервным, сынок. Моя мама спросила. Все в порядке. Я дам тебе и папе знать, если что-то пойдет не так. Я ответил, и мы с мамой поболтали еще несколько минут. После разговора я пошел заняться домашними делами. Казалось, часы тянулись в вечность, но в 12.30 Бонни вернулась домой. Она быстро схватила Макса и ушла, поцеловав меня в щеку, прежде чем уйти. Я спешно отвез Джейн к родителям и быстро поехал в ветеринарную клинику, где была припаркована машина Бонни. Я не понимала, что делать, поэтому, спритав машину, пошла на ближайшую скамейку и просидела там 2 часа, думая про себя, что можно делать 2 часа с собакой у ветеринара. В моей голове крутилось множество вопросов, и я чувствовал себя так, будто нахожусь в ступоре. Но в какой-то момент меня это вырвало, когда Бонни наконец вышла из клиники, видимо собираясь домой. Я не хотел идти домой, пока не узнаю что-нибудь, поэтому мне в голову пришла глупая идея. Как только Бонни ушла, я пошел в клинику. Подойдя к двери, мои ноги подкосились, я отказался от этой идеи. Похоже, я потратил здесь так много времени, подумал я про себя. Просидев 2 часа на скамейке запасных, я так и не узнал ничего существенного, поэтому мне нужно было быть более решительным. Бонни должна была зайти домой, а затем отправиться в бассейн. Было 15, 15, а встреча в бассейне была в 16 часов. Понимая, что у меня не будет времени забрать Джейн, поехать домой, а затем последовать за Бонни, я решил позвонить своему другу Реймонду. Реймонт, привет. Извините, что беспокою, но у меня очень важное дело. Я этого не забуду. Вы в своей машине? Привет, да, я доставляю заказы прямо сейчас. Что случилось? Он ответил, и я объяснил ситуацию, что мне нужно, чтобы он проследил за моей женой, которой я скажу, что везут Джейн в парк. Звучит интересно. Я внутри. Где сейчас Бонни? Она должна быть дома. Направляйтесь туда. Я пришлю вам номер ее машины по СМС. Хорошо, мы останемся на связи. Он закончил, и я повесил трубку только для того, чтобы получить звонок от Бонни. Пол, где ты? Я уже вернулся. Почему ты и Джейн не дома? Я рассказал тебе о встрече в бассейне в 16.09. Что непонятно. Я хотел отвезти Макса домой и сразу уйти, но сейчас мне нужно кормить Макса, и я могу опоздать. Она начала. Как я устал от того, что она называла меня по имени. Раньше она придумывала ласковые имена типа зайка, котик, любимый и так далее. Джейн и я гуляем в парке. Что случилось? Я наполнил миски едой. Как прошел визит к ветеринару. Макс в порядке? Я сказал, и Бонни ответила холодным голосом. Хорошо, увидимся сегодня вечером. Я опаздываю. Раньше я всегда соглашался с Бонни и делал все, что она говорила, но как только я делал что-то не так, как она планировала, она тут же злилась. Это было ужасно. Я решил забрать Джейн чуть позже. Прямо сейчас мне нужно было заняться незаконченными делами. Реймонт позвонил мне и сказал, чтобы он не только что вышел из дома. Тем временем я решил выпить кофе в кафе, чтобы скоротать время. Через 30 минут мне позвонил Реймонт и сказал, чувак, ты не поверишь. Ваша жена сначала сходила в ветеринарную клинику, забрала какого-то парня, а теперь они приехали в отель неподалеку. Я пришлю тебе адрес. Что путь? Жду адреса и направляюсь туда. Спасибо за помощь. Я спросил, ты уверен, что мне следует уйти? Спросил Реймонт. Да, но ты можешь сделать еще одну вещь. Сфотографируйте их, если они еще не ушли. Я уверен ответил. И через пару минут на моем телефоне появилось несколько свежих фотографий моей жены и мужчины, направляющихся в отель. Теперь у меня не было сомнений. Моя жена Бон не изменяла мне с ветеринаром. Какой ужас. Я пошел за Джейн и рассказал все отцу, так как не знал, что делать дальше. Отец рекомендовал собрать все доказательства и, главное, не показывать, что я что-то знаю. Мне было тяжело с этим справиться. Как я мог молчать? Но я решил, что их обоих нужно наказать, поэтому решил подождать. Отец дал мне контакты хорошего детектива, который согласился помочь, и мы приступили к работе. Я пошел с Джейн домой и начал составлять план, а также позвонил хорошему юристу, который объяснил все тонкости и то, что мне нужно делать. Весь план был рассчитан на трехмесячный период. За это время детективу пришлось собрать все аудио, видео и фотоматериалы, которые могли бы доказать измену моей жены. Тем временем мне пришлось каким-то образом получить доступ к телефону жены и загрузить всю информацию на свой ноутбук. Это было проблематично, поскольку ее телефон был защищен паролем. Прошло два месяца с тех пор, как я узнал о романе жены с ветеринаром. За это время я собрал все его подробности, вплоть до неловкого инцидента в школе, когда ему было 13 лет. Его звали Мэттью, он учился в том же колледже, что и я, был на пять лет моложе и дважды был разведен. Его последний развод был полтора года назад. Жена ушла от него, подозревая в измене, но реальных доказательств у нее не было. В общем, у Мэттью была скучная жизнь, и мне в какой-то степени его был жан. Но тут я резко вспомнил, что этот господин встречался с моей женой каждый день после работы перед спортзалом, во время похода на массаж, просто постоянно. На моем облачном диске уже было более 60 фотографий и 30 видеороликов, где Бонни каким-то образом общалась с Мэттью. Отличная работа, детектив. Бонни начала обращаться ко мне по-другому, используя такие слова, как «дорогой любимой», и все потому, что я делал все, что она говорила. Я прекрасно сыграл роль невежественного мужа. За эти два месяца мы даже успели заняться интимными моментами. Было ли это мне противно? Да. Но я сделал это намеренно, чтобы посмотреть на ее реакцию, зная, что сегодня она переспала с Мэттью, а теперь делает то же самое со мной. Нет, мне это не принесло удовольствия, я просто... Ой, давай сменим тему. В целом я выдержал роль, вроде бы все шло хорошо, но детектив сказал, что мы почти не продвинулись, мне нужно хотя бы взломать телефон жены. В тот момент я не знал, как это сделать, потому что она даже принимала с ним душ. Мы могли бы установить камеры у себя дома, но детектив ни разу не видел Мэттью в нашем доме, и я этому даже радовался. У Бонни хватило совести не приводить его домой. Ну о какой совести может идти речь? Тогда нам в голову пришла блестящая идея. Установить подслушивающее устройство в автомобиле. Поздно вечером я пошел в гараж и спрятал подслушивающее устройство под сиденье автомобиля. Но это мало что дало и среди всех доказательств у нас были только фотографии и видео, где моя жена гуляла, целовалась и обнимала мужчину. Может быть, этого было бы достаточно, но я не понимал, как поймать их с поличным. Все изменилось в мою пользу. Ко мне на прием записался парень. Обычно я не уделяю особого внимания пациентам, но увидел данные Мэттью и понял, что завтра он будет моим последним клиентом, обращающимся за лечением от зубной боли. В мою голову закрались мрачные мысли. Через два месяца у меня будет возможность посмотреть в глаза мужчине, который соблазнял мою жену как минимум полтора года. Той ночью я не мог заснуть. Мыслей было много, от ужасающих до тех, которые убеждали меня просто отпустить его. Но нет, этого нельзя было сделать. О причинении вреда моим пациентам не могло быть и речи. С этой мыслью я пошел утром на работу. Встреча с Мэттью была назначена на 15 часов. Я поприветствовал его, и он показался мне довольно умным и добрым. Конечно, он любил животных. Но мне было интересно, как можно любить животных и спать с чужой женой. Мне такие вещи казались несовместимыми. Он сел в кресло и пожаловался на свою проблему. Я провел предварительное обследование и установил следующее. Пять зубов были поражены кариесом, что вызвало у него зубную боль. Также были проблемы с прикусом, что могло привести к смещению зубов и сильному дискомфорту в будущем. Я рассказал Мэттью о его проблемах и о том, как их решить. Он согласился на процедуру и должен был прийти пять раз. Когда Матвей пришел ко мне на первый прием, я все сделала правильно, исправила один зуб и отправила его домой. Мы с Мэттью стали друзьями. Мне он показался отличным парнем, но, честно говоря, пару раз мне хотелось вырвать у него не тот зуб. Все-таки я сдерживалась, как могла, ведь личное есть личное, а работа есть работа. Кроме того, меня посетила навязчивая мысль о том, чтобы проверить телефон Мэттью и проверить его контакты. Но я не мог этого сделать, так как мой пациент был без сознания, и я не мог просто взять его телефон. Это было как минимум непрофессионально, и мне не хотелось жертвовать любимой работой из-за измены жены. Я также поговорил с Мэттью и понял, что он не знает, кто я такой, хотя поначалу я думал, что он меня знает, и просто сделал вид, что не знаю. Поскольку я знал половину его жизни, мне было легко с ним общаться. Он рассказал мне о своей работе, учебе жене, которая бросила его, когда узнала, что он ей изменяет. Я решил узнать об этом больше, и он рассказал мне эту историю. Он работал в ветеринарной клинике и однажды к нему пришла привлекательная девушка со щенком. Она пришла раз, два, три, а на четвертый раз они начали встречаться. Она взяла на себя инициативу и подарила ему подарки. Он поделился, что хотел прекратить отношения после первого месяца, но она манипулировала им, и теперь, в течение трех лет, он чувствовал себя в ловушке, контролируемый на каждом шагу, не способный вырваться на свободу. Так вот, он не сказал ей, что лечит зубы, чтобы хоть где-то почувствовать какую-то свободу. Он сказал, что все было бы хорошо, если бы не одно но. Она была замужем. Его это очень беспокоило, но он ничего не мог сделать. Она приходила к нему на работу и могла минут на десять отвлечь его и сходить с ним в ванную для интима. Бонни запугала Мэтью, сказав, что ее муж, то есть я, был военным, прошедшим войну. Если он посмеет оставить ее, она расскажет мужу, и тогда у Мэтью будут проблемы. Я понял, что это испуганный парень, попавший под влияние плохой девчонки, которая всячески им манипулировала. Как это было ужасно. Он мне все это рассказал и я спроецировала всю ситуацию на себя и поняла, что и со мной произошло то же самое. Бонни манипулировала мной, как марионеткой, чтобы танцевать под ее дудку. Я достала телефон и показала Мэтью фотографию Бонни. Зрачки Мэтью расширились, и он едва успел сказать, ты, 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 ее муж. Да, я ее муж, и, честно говоря, изначально я хотел тебя наказать, но теперь понимаю, что мы в одной лодке и нам нужно придумать план, как отомстить ей. Не волнуйся. Я прекрасно обо всем позаботился за тебя. Я сказал ему. Об этом он поделился со мной во время наших последних встреч. Не знаю почему, но я ему доверял. Я не думал, что он лжет. По крайней мере, если бы он действительно знал меня, он бы не пришел ко мне на лечение и не рассказал мне все это, зная, что я могу сделать с его зубами все что угодно. Вот и прошло три месяца с тех пор, как я узнал о романе жены. Ситуация приняла неожиданный оборот, и я начал работать вместе с возлюбленным. Кто бы мог подумать, что мне до сих пор это смешно. Но в целом события стали развиваться быстрее. Бонни понятия не имела, что мы с Мэттью знакомы. Мы общались посредством сообщений. Он сказал мне, что они встретятся в отеле в субботу, а Бонни сказала, что ей придется уехать по работе в другой город. Это была отличная возможность отомстить. Мэттью уже забронировал номер в отеле, и в субботу утром я поехал туда. Джейн осталась с моими родителями, а Бонни якобы собиралась на работу. Я уже был в комнате и все приготовил, ожидая сигнала от Мэттью. В 12.30 ключ от двери повернулся, и в комнату вошли Бонни и Мэттью. Бонни начала. «Детка, ты не представляешь, как мне нравится ощущение чистой комнаты и то, что здесь скоро произойдет. Но знаете, что мне не нравится больше всего? Что, дорогая?» Сказал Мэттью. «Когда мне не все рассказывают, ты не хочешь мне ничего говорить». Она спросила. «О чем ты говоришь, дорогой? Что я тебе не сказал? Почему я узнаю, что ты лечил зубы от чужих людей, а не от себя? Вам было трудно мне об этом рассказать? После этих слов я почувствовал, как по лицу течет пот. Если бы она заподозрила, что мы с Мэттью работаем вместе, весь наш план провалился бы. «Нет, дорогой. Об этом я хотел и вам рассказать после прохождения всех процедур. У меня осталась еще одна встреча. Я нашел хорошего специалиста и хочу порекомендовать его вам. Вы недавно тоже жаловались на зубную боль. Кажется, доктора зовут Половина Бонни подошла к Мэттью и прикрыла его рот рукой. Меня не интересует, кто тебя лечил. Отвратительная клиника и специалисты. Вы могли бы сначала посоветоваться со мной, и я бы помог вам с выбором. Теперь, за то, что ты не послушал меня, сегодня ты будешь моей рабыней, а я твоей госпожой. Понял? Сказала она и поставила Мэттью на колени. Это не входило в наш план. Да, госпожа, я понимаю, ответил он. Тем временем я сидел в соседней комнате, наблюдал за всем через камеры и был в полном шоке от увиденного. Внутри меня кипела злость и обида. Но наконец Бонни подошла к холодильнику и достала бутылку вина. Мэттью быстро подошел и сказал, что нальет. Бонни тем временем пошла в душ. Мэттью добавил в вино интересную табличку. Он намеренно накормил Бонни перед приездом в отель, так что ее желудок явно был полным. Когда Бонни закончила принимать душ, Мэттью выпил с ней бокал вина и сказал, что тоже примет душ. Пока Мэттью принимал душ, Бонни выпила еще один бокал вина и в этот момент что-то делала на своем телефоне. Я получил сообщение на свой телефон от Бонни. Милая, я скучаю по тебе. Оказывается, у моей модели день рождения, и я выпил вина. Я возьму такси домой, а машину заберу позже, так что не злись, дорогая. Я почувствовал отвращение, не ответил и просто смотрел. Мэттью притворялся, что находится в душе 30 минут, дольше, чем Бонни. Тем временем Бонни, одетая в один из своих комплектов нижнего белья, достала все свои аксессуары и приготовилась к предстоящему мероприятию. Таблетка начала действовать. Это было очевидно по движениям Бонни. Она стала ходить по комнате и, не выдержав, постучала в дверь ванной со словами, «Матвей, выходи! Мне нужно в туалет!» «Да-да, минуточку!» Мэттью ответил. Прошло еще 10 минут, и Бонни начала кричать и стучать в дверь, явно не в силах больше ждать. В этот самый момент кто-то постучал в дверь ее комнаты. Она надела халат, подошла к двери, чтобы посмотреть, кто это, и, открыв ее, обнаружила своих родителей. Я уже звонил им и сказал, куда прийти Бонни, чтобы приготовить сюрприз. Бонни была растеряна и не понимала, что происходит. Было видно, что она едва могла держать себя в руках. В этот момент Мэттью крикнул из душа, «Госпожа, ваша служанка скоро выйдет!» Услышав это, ее родители поняли, что это не мой голос, и вошли в комнату. В это же время в комнату вошли двое подруг Бонни, которым я тоже сказал, что Бонни для них есть сюрприз. Их должно было быть трое, но один не смог прийти. Через несколько минут в комнату вошли еще люди. Они были постоянными клиентами моей жены, которой я написал, что сегодня в этом зале будет показ нижнего белья. Таким образом, в одном пространстве из Бонни оказалось 10 человек, которых она никак не ожидала увидеть. Я, честно говоря, надеялся на большее, но этого количества хватило, чтобы создать зрелище. Мы заплатили администрации отеля, чтобы они были в курсе того, что сегодня произойдет, и разрешили войти всем желающим. Бонни начала метаться по комнате, и наступил решающий момент. Она лилась рекой. Она начала передвигаться по комнате, испуская фонтан коричневой жидкости. Все обрушилось на ее родителей, друзей и клиентов, которые не ожидали такого поворота событий. Мэттью сидел в ванной, смотрел камеры и присылал мне сообщение о том, что это просто фантастика, и манипулятор получает по заслугам. Бонни не могла остановиться, а я боялся представить, какой запах стоял в комнате в этот момент. Кто-то начал записывать это на свой телефон. Родители в ужасе выбежали из комнаты. Дошло до того, что Бонни схватила все покрывало, выбежала на улицу, села в машину и куда-то поехала. Она пошла домой. Все гости вышли из комнаты, а Мэттью уже задыхался в ванной, поэтому я пошел его спасать. Комната была разрушена, вонь была хуже, чем в общественном туалете, и все было коричневым. Мы вышли из номера, заплатили администратору отеля дополнительно 2000 долларов за причинение такого ущерба. Придя домой, я увидел ее машину и вздохнул с облегчением, так как боялся, что в нетрезвом состоянии она может попасть в беду. У нас все пошло не по плану. Войдя в гостиную, я увидел Бонни, сидящую на полу и плачущую. Рядом с ней лежали документы о разводе, которые я ей оставил. В этот момент я получил сообщение от Римонда, который прислал мне видео, которые ему прислали друзья. Чувак, ты гений. Как вы это придумали? Одна из подруг записала это видео и начала рассылать его всем своим знакомым. Какие у нее были замечательные друзья. Я сел рядом с Бонни и объяснил ситуацию. Я дал ей понять, что она легко отделалась и что могло быть и хуже. По крайней мере, я мог бы позвонить в полицию и сообщить, что она ехала в нетрезвом виде. Ты лгал мне три года, ты понимаешь? Ты откровенно обманул меня. Я дам тебе шанс начать новую жизнь, но у меня есть несколько условий. Ты разведешься со мной. Я больше не хочу, чтобы ты была моей женой. Ты покинешь штат или поедешь к родителям, но я не думаю, что оставаться здесь – разумное решение. У вас достаточно денег. Ты поедешь в другой штат и начнешь новую жизнь. Джейн останется со мной, и ты сможешь навестить ее. Таковы мои условия, сказал я. Бонни посмотрела на меня и молча согласилась. Я видел, что она раскаивалась. На самом деле я был рад, что она раскаялась и не рассердилась на меня. Прошло полгода после тех событий. Я живу с Джейн, а Бонни навещает нас с Максом по выходным. Я ничего не чувствую к ней. Мои родители и родители Бонни активно поддерживают меня, чтобы я мог спокойно работать и проводить свободное время с дочерью. Бонни потеряла свой бизнес, но начала строить новый на новом месте, и он оказался успешным. Она порвала все свои прошлые связи и больше не общается ни с кем из старых знакомых. Мэттью нашел девушку, с которой он счастлив, и я рада за него. Мы поддерживаем связь и даже иногда встречаемся. Я не держу зла ни на кого. Моя главная забота, чтобы моя дочь выросла здорова и ни в чем не нуждалась. В моей жизни случилась такая ситуация. Спасибо, что вы слушали это. Это конец истории. Поделитесь своим мнением в комментариях. Как вы думаете, почему главный герой не заметил измены жены, продолжавшейся три года? Почему он был так слеп? Правда ли, что жена главного героя справится и начнет жизнь с чистого листа? Поделитесь своим мнением в комментариях. И мы верим, что главный герой все заметил, а может быть, даже догадался, но постарался отогнать эти мысли. Нам кажется, что бывшая жена главного героя действительно изменилась и больше не повторит подобных ошибок. Она не сопротивлялась разводу и даже позволила оставить дочь отцу. Все это говорит о том, что она раскаивается и очень сожалеет о садельном. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Удачи!